здравствуйте вы на канале семейное дело и с вами буката сергей продолжаем изготовление тумбы пришла очередь установки выдвижных ящиков использовать будем направляющие наших давних партнеров фирмы heffel никогда не упускаю возможности прорекламировать их как надежных поставщиков отличной продукции подкладываю 3 миллиметровый mdf чтобы создать нужную дистанцию затем с помощью струбцины фиксирую направляющую и после точной настройки закрепляю саморезами проверяю работу направляющей все нормально следующий этап навеска дверок посадочные места заранее присажены обрабатывающим центром используются саморезы и навесы все той же фирмы heffel ложу прокладку для создания дистанции делаю разметку шилом накалываю точки для сверления и засверливаюсь под саморез после этого привинчиваю ответные части когда навесы привинчены произвожу их регулировку перед тем как навешивать дверцы я установил столешницу сначала илья присадил отверстия с помощью обрабатывающего центра затем из 3 миллиметрового hdf изготовил присадочный шаблон в нем есть копии отверстий для переноса на корпус тумбы для точного позиционирования используются координатные точки форма шаблона точно повторяет форму столешницы сделать такой шаблон не сложно но он значительно облегчает монтаж у кого нет чпу можно обойтись вот такими дюбель фиксами стоимость их небольшая а польза несомненная установив шаблон по координатным точкам присаживаю отверстия с помощью дрели затем вклеиваю шканты в нижнюю часть столешницы в итоге отверстия совпадают идеально столешница остается у нас пока что съемной зачем это надо я покажу позже пока я устанавливал столешницу илья сделал ножки для тумбочки использовался материал ясеня сечением 60 на 60 миллиметров ножки сделаны из цельного бруска моя задача разделить его на 4 части чтобы сохранять нижнюю базу пропилы делаю несквозными остальное отпиливаю ручной ножок и после того как ножки разделены шлифую их ленточной шлифовальной машиной дальше используя небольшой кондуктор делаю присадку под шканты в ножках кондуктор одноразовый сделаны для одного заказа для его изготовления использовал hdf материал довольно плотный когда отверстия готовы вклеиваю шканты тот же кондуктор использую для присадки шкантов в обвязке благодаря ему отверстия копируется на ответную деталь один из углов кондуктора промаркирован так будет легче найти соответствующие друг другу отверстия дальше нанесение клея и запрессовка ножки теперь готовое основание можно прикрепить к тумбе для крепления использую мебельные уголки и саморезы приступаю к установке крышки ящика в нем будет находиться зарядный блок привинчиваю компенсирующую рейку из ясеня столешница у нас 32 миллиметра а крышка 16 миллиметров крышки фиксирую специальную щетку через нее будут проходить провода даже тогда когда крышка будет закрыта для фиксации ворсе использую циан акрилатный клей с активатором активатор нужен для моментальной склейки сверлю отверстия зенкую и привинчиваю к крышке крышка будет навешана с помощью рояльной петли в этом случае она идеальный вариант когда гаджеты будут заряжаться провода пройдут между ворсой щетки для того чтобы крышка не висела в воздухе сверлю отверстия и забиваю два шканта в итоге наших усилий имеем вот такие тумбочки работы проделано немало а результат пока что непонятный выходим на финишную прямую из фанеры 6 миллиметровой толщины изготавливаю вкладыши они будут вставлены в те макросы которые выфрезерованы на облицовочных панелях когда тумбочки уедут к декораторам они обтянут их или кожей или дорогим текстилем нам по крайней мере это не известно но вам я это попробую продемонстрировать с помощью бумажных обоев вот в этом суть задумки раньше я говорил что столешница съемная и обещал объяснить почему когда тумбочки уже уехали к декораторам столешница оставалась у нас мы заказали специальное стекло и ждали его прибытия когда оно было уже у нас мы сделали по его форме и толщине макрос в столешнице можно предположить что под стеклом будет тот же материал которым облицуют тумбочку к кому ролик понравился ставьте лайк кто не подписан на канал подписывайтесь спасибо всем за внимание до свидания спасибо